Утро на Елисея На кассе в супермаркете, когда продавец спрашивает у вас, какой пакет вам посчитать, маленький или большой, многие из нас даже не задумываются о том, что от него можно вообще отказаться. Просто нужно подготовиться заранее и взять с собой вот такую холщовую сумку или авоську. Так вы не только сэкономите, но и внесете свой вклад в заботу об окружающей среде. Вы обычно ходите в супермаркет со своим пакетом или носите иногда специальную сумочку? Ну, когда как, но чаще забываю, покупаю. Часть идет в рюкзаки. Почему? Так удобнее просто или об экологии заботитесь? И то, и другое. Здесь беру, не беру с собой. А почему? Слышали о том, что это не экологично? Я знаю, я хочу вообще сумку купить, но как-то не получается. Помнить нужно, что взять пакетик, зайти. Иногда заходить случайно, ну, по пути или еще как-то. Ну, может быть, постараться стоит у себя такую привычку выработать всегда, брать с собой. Я не смогу, может, кто-то сможет, я нет. Большинство считает, что носить с собой специальную сумку слишком тяжело. Но мне кажется, плюсов здесь больше, чем минусов. Во-первых, экономия. Один стоит в среднем 4 рубля. В магазин мы ходим раз в два дня. Получается в год 720 рублей. Также отказавшись от пластиковых пакетов, вы можете внести свой вклад в экологию. Говорят, что один такой может разлагаться до тысячи лет. Проверим? Софья, сегодня мы с вами попробуем растворить в дихлоретане обычный магазинный пакет купленный пластиковый. Маленький кусочек, да, небольшой? Да, совсем маленький, чтобы проверить. Сейчас погружаем в дихлоретан и слегка помешиваем для ускорения процесса. Дихлоретан – это химическое вещество, способное превращать твёрдые материалы в жидкие. Он ускорит процесс разложения, и этот кусочек пакета проживёт тысячу лет за две минуты на наших глазах. Совершенно ничего с ним не случилось. В таком же состоянии он и сохраняется. Если мы не начнём использовать меньше пластика, через 20 лет у каждого жителя планеты будет свой небольшой остров – мусорный. В Европе уже несколько лет люди отказываются от пластика. И это привело к тому, что в 2021 году там на законодательном уровне будет запрещено производство одноразовых пакетов, посуды и даже пластиковых трубочек. А значит, станет гораздо меньше неперерабатываемого мусора. Больше не копят пакеты с пакетами Софья Лупинина и Артём Иванов.